Привет, подписчики и гости канала TravelNRF. Меня зовут Алик. Продолжая обзор республики Адыгея, хочу вам показать одну из прекрасных природных достопримечательностей республики. Водопады Руфакба, а также увидим Хаджобскую теснину. Водопады находятся в Майкопском районе, добраться до них можно двумя путями. Туристическим, по мосту, который находится за моей спиной, это будет платно. 500 рублей взрослый и 200 детский рублей. Или диким и бесплатным. Я читал, когда готовился к поездке, что дорога по нему, я имею ввиду по-дикому, будет длиннее, а склон там довольно крутой. Я, пожалуй, покажу вам туристический маршрут. На изучение дикой тропы просто нет времени. Ну а вы подписывайтесь на мой канал, а я начинаю. Я оставил автомобиль на бесплатной парковке перед кассой и заплатив за вход, пошел по мосту через реку Белая. В этот декабрьский день, кроме меня, водопады приехали посмотреть и школьники. Поэтому поначалу здесь было шумно, но потом я подотстал от них и пошел по маршруту в приятное тишине ущелья. Сразу уточню, что это место я посетил, проживая в небольшом поселке Каменомоски, расположенном в двух километрах. Также недалеко от водопадов находится станица Даховская. И там тоже можно снять жилье, ну или посетить водопады из Майкопа. Тогда вам придется проехать 40 километров. Когда я перешел мост, я оказался на площадке или, если хотите, зоне такой туристической направленности. Здесь в сезон продают сувениры и другие товары. Есть детская площадка и музей Атыкское подворье. Теперь по теме ролика. На данном маршруте вы увидите 4 водопада. Первый называется Шум и он находится сразу за туристической зоной. Второй, Каскадный, придется пройти около 1300 метров. За ним практически сразу водопады Сердцеву Фагба и Девичья коса. Всего в общей сложности маршрут составляет около полутора километров. Стоит отметить, что всего здесь насчитывается 16 водопадов, остальные находятся за туристической тропой. И я их посещать в рамках данного видео не собираюсь. Может быть в следующий раз? Может быть. А может и нет. А я уже дошел до первого водопада Шум. К водопаду спускается крутая длинная металлическая лестница. А под водопадом разбилось небольшое озеро, которое обычно замерзает зимой. 6-метровый поток воды также, к счастью, не замерз. И стоя здесь, ты понимаешь, почему водопад называется Шум. Стоит сказать, что дорогу, ведущую к водопадам, напоминает настоящий сказочный лес. И это впечатление формируется за счет того, что идти придется вдоль узкого ущелья, по которому бежит водный поток речки Большая Руфагба. Тропа окружена булком, высота этих деревьев может достигать 30 метров, а диаметр ствола 2 метров. Я узнал, что люди жили в этих местах до исторических времен. Об этом свидетельствуют находки археологов, которые датируются огромным историческим периодом от Палеолита до Средневековья. Также добавляет к ощущениям сказочности, конечно, наличие в ущелье снега. Но учитывая, что снега в Адыгее к концу декабря практически не осталось. Он лежит на земле местами. Ну а здесь просто какая-то зимняя сказка, которую я так хотел получить в этой поездке. Также вдоль всего маршрута я встречал фигурки, выложенные из камня. В некоторых местах их просто очень много. Вот ведь кто-то заморочился. А я подхожу ко второму водопаду под названием Каскадный. И он, в отличие от шума, к сожалению, замерз. Если это, конечно, вообще он. Но так как других потоков воды я здесь не увидел, то полагаю, что это все-таки он. Идем дальше. Еще 300 метров пути по металлическим ступенькам и мостикам. И не осталось увидеть еще два водопада. И вот передо мной водопад Сердца Руфагба. Очень красивое название и очень красивый водопад. Не знаю, можно ли спуститься к нему, я любовался им сверху. Водопад представляет из себя водный поток, который с большой силой вырывается из-под огромного камня в виде сердца, перегородившего русла ручья. И шумом срывается в узкий коньон. Но идем дальше. Осталось совсем немного. Правда, дорога к последнему водопаду достаточно опасная за счет подъема по скользким камням. Аккуратнее здесь и держитесь крепче. Ну вот четвертый водопад Девичья коса. Или его еще называют Шнурок. Этот водопад один из самых высоких водопадов в ущелье Руфагба. Его высота около 15 метров. Благо, холода не смогли сковать его, как каскадный. И я могу насладиться в полной мере. Под водопадом расположено небольшое озеро, в котором летом любят купаться туристы. И что с удовольствием сделал бы и я, если бы сейчас было лето. Ну а на этом все. Спасибо, что досмотрели этот видеоролик до конца. Если он вам понравился, обязательно поставьте свой лайк. Подписывайтесь на мой канал и включите колокольчик, чтобы не пропустить следующих видео. Всем удачи и до новых встреч на моем канале. А в следующий раз на канале выйдет обзор Хаджокской теснины. Так что включите колокольчик, чтобы не пропустить следующие видео. До новых встреч на моем канале.